Свет Миру. Выставка современного христианского искусства под таким названием открылась в гербовом фойе Государственного Кремлевского дворца. В экспозиции представлены архитектурные проекты, иконопись, мозаика, шитье, скульптура, прикладное искусство. О выставке в сюжете Галины Ледвиной. Выставка Свет Миру – визитная карточка современного христианского искусства. Небольшая, но представительная, она показывает лучшие произведения, которые свидетельствуют о возрождении христианских традиций в России. Большинство работ можно назвать авторскими, уникальными. Широкая публика может убедиться, как много талантов в нашей стране. Выставка объединяет лучшие произведения, выдающихся, лучших мастеров современного христианского искусства, иконописцев, ювелиров, скульпторов, мозаика. В общем, все, что есть, надеюсь, на сегодняшний момент лучшее и интересное, каноничное, представлено нашей выставке. Могут приходить зрители, которые приходят на спектакли. Это каждый день 4-5 тысяч человек, и они, слава богу, видят эти произведения искусства. Открывает выставку икона «Троица письма» Ирины Зарон. Образы иконописца уникальны. Твердо следует традиции, она не копирует, но создает новое в строгом соответствии с каноном. Рядом с известными мастерами, много лет работающими в церкви, выставлены работы молодых художников. Выставка показывает работу студента кафедры золотного и лицевого шитья Института содействия, плащаницу Христос в окружении ангельских сил. Цвет мира – это Христос. Почему сегодня? Потому что сложное время, и всегда тьма борется со светом. И мне показалось, что было бы хорошо показать лики святых, иконы, которые несут свет. И очень хорошо люди приходят, и я вижу, как они восхищаются, как им тепло, как приятно. Не хотят уходить с нашей выставки посетители, зрители. На выставке посетители знакомят с лучшими образцами православного и декоративно-прикладного искусства. Крупнейшие мастерские – архитектурные, иконописные. Это проекты храмов для городов России и Беларуси. Представлена икона на броне пластинах из титана. Икона на броне воинов – это традиция со времен русских князей, когда святые изображения были элементом боевого облачения. Со времен великих князей существовала традиция размещать святые изображения на воинском облачении, на щитах, на стягах. И часто воины брали с собой в бой образки и иконы. И известны случаи, когда эти образки спасали им жизнь. Сейчас медный образок уже не спасет от пули. Поэтому в нашей линии мы использовали титановые пластины. На обороте титановых пластин размещено лазерное изображение, символическое изображение ангела-хранителя и надпись «Спаси и сохрани». Сама икона сделана по канонам Русской Православной Церкви и размещена на пластике, который крепится к титановой пластине. В рамках выставки представлен проект благотворительного фонда «Белый ирис. Хранители наследия», который был поддержан фондом президентских грантов. Семь лет фонд занимается восстановлением разрушенных сельских храмов, а также помогает людям, которые восстанавливают храмы своей малой родины, организуют для них встречи с архитекторами, культурологами и другими специалистами. Храм Святой Екатерины в Тульской области – один из 23 церквей в 14 регионах России, которые сегодня стараются сохранить. Храм Святой Екатерины был построен в 1770 году. Это Тульская губерния. Был построен Долгорукими. Хранитель Владимир Тишкин. За это время, конечно, было сделано очень много, проведено очень много работ. И на сегодняшний момент храм практически законсервирован, потому что это главная задача каждого из храмов, чтобы избавить от дальнейшего разрушения, закрыть окна, сделать перекрытие, то есть крышу поставить временную кровлю или постоянную кровлю. Но еще очень много, что предстоит сделать. Данная экспозиция является этапом подготовки к Большой международной выставке форму христианского искусства с одноименным названием. Он пройдет по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всеярусии Кирилла в следующем году. С 18 января по 4 февраля в гостином дворе.